Добрый день дорогие участники конкурса. Ну вот мы встретились вновь и я рад этой встрече. Вот почему. Во-первых, сразу скажу, что уровень поэтического мастерства участников этого конкурса мне показался более высоким. Ну и теперь ближе к делу. Надо каким-то образом оценить и расставить по местам те 14 стихотворений, которые я отобрал. Сразу скажу, что я прозаическую миниатюру не стал оценивать. Я посчитал это не форматом по отношению к поэзии. Можно сказать в личной беседе автору мои замечания, но давайте сравнивать те вещи, которые можно сравнивать более-менее корректно. Вот теперь вопрос, как мы это будем делать. А делать будем очень просто. Вот у меня 14 стихотворений. Как они легли? Совершенно в произвольном порядке. До этого я их внимательно все прочитал, увидел, порадовался. Да, действительно порадовался, потому что тема, она такая, о которой нельзя сказать, что мы на ней спекулируем. Мы этой темой болеем. Она пронизывает каждого из участников и вызывает тревогу, боль. И самые разнообразные человеческие чувства нашли здесь отражение. Так вот, 14 стихотворений. Вот у меня костяшки домино. И тут как раз максимальная на стандартной костяшке это будет у нас 12. Но мы тогда сделали еще, я сделал еще две костяшки 14 и 13 очков. Сейчас я их перемешаю. Вот, перемешаю. Вот для чего? Я буду брать попарно две костяшки, и будет ясно, кого с кем мы будем сравнивать. Во всяком случае, если не объективно, то как минимум случайно. Итак, тур первый. Три, шесть. Хорошо. Находим. Раз, два, третий номер. И И, 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 и И шестой. Прекрасно. Значит, Это авторы Галина Шпинова и Минздрав. Такой вот интересный ник. Цитата. Господа, перестаньте трясти за грудки вы друг друга и вытрите пену. Наконец-то Наконец-то своих перекошенных ртов аргументы все ваши химера. Ну, в принципе, автор сразу идет на то, что он уходит от рифм. Может быть, это, это и оправдано. Но дальше Дальше мне почему-то кажется Вот такое прямое морализаторство, оно несколько проигрывает. Оно несколько проигрывает. Второй вот у Галины Шпиновой. Да будет мир, к нему взываю, да сгинет наглый лжи, дурман. Никто-никто не золотает прорехи из душевных ран. Вы понимаете, это оборот. Ну, как это? Прореха из душевных ран. То есть, душевная рана сама прореха. Ну, непонятно. Дальше. Подлецу тятенку подложит с душком, смоткуя сладкий жир. Подлец, он вылезет из кожи, чтобы захватить и властью сыр. То есть, ну да, есть потуги на юмор, на иронию. Но в целом, в целом, выйти на какой-то особый философский уровень, мне кажется, автору не удалось. Финал стихотворения. «Желаю всем добра и мира на том и этом берегу, ведь гроб – последняя квартира, все одинаковы в гробу». Такое весьма правильное утверждение, но... Вот. Нет. Я считаю, что... В следующий тур они оба не проходят. Так, поехали. Так, 4 и 11. Прекрасно. 4 и 11. Берем 11. Вот оно тут рядом. И первое, второе, первое, второе, первое, второе, второе. Вот оно, четвертое. Кстати, попутно замечу, короткие формы зачастую бывают более убедительными. Потому что, если уйти от длительной экспозиции, там, внутренней логики, интриги, а вот сформулированная какая-то короткая убедительная посылка, иной раз играет очень даже хорошо. Ну, например, значит, у меня попались автор Илья Мюсупов и автор Анастасия Рыбалко. Начнем с Анастасии. Чем, собственно, является война? Конфликт сторон собой ничтожен, где меньше пользы, чем вреда. И сладкий слон им уничтожен. Война гремит над головой у мирных граждан. Ну, во-первых, это, так сказать, какое-то, может быть, это влияние польского языка, но по-русски это злато, то есть это проигрывает. А вот у Илья Маюсупова. «Привет, солдат, но как твои дела? Да, не рассказывай, я видел все и знаю». И дальше идет, в общем-то, очень точная, тонкая и на уровень философского обобщения выход. «Земля не лжет, она дает нам шанс. Мы сохраним на ней любовь и счастье. Увидит, уйдет лишь тот, кто предал мир хоть раз». А это уже глубокая мысль. «Ему Господь не верит больше власти». Это достойно. Так, это уходит, это идет в следующий тур. Так, смотрим дальше, кто у нас играет. Играет у нас, о, отлично, значит, 14-й и 7-й. Хорошо. 14-й и... И, 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 и 7-й. Это Сергей Чинаров и Шура. Ну, Шура так, Шура. Что я могу сказать? Мне, когда есть такое понятие, скомпрометированные рифмы. Кровь-любовь, век-человек. И вот, когда я вижу такую рифму, подарите им ласку хотя бы в ближайший век, подарите им мир хорошего и беспечности, покажите, что значит гордый человек. Ну, это сразу, ну, мне просто неинтересно становится. Дальше. А вот тут у Сергея Чинарова очень интересно. Тут интересная архитектоника стихотворения в том, что это где-то ближе к песне. И хороший образный ряд, сравнение удачное. Ну, и потом все-таки выходит последний посыл, очень убедительный. Этот труд нельзя зачеркнуть. Человек, охраняя свой дом, раздави, уничтожь войну. Ну, я не вижу здесь ни плюсовки, ни перебора, ни афорской какой-то натяжки. Это достойно. Единственный совет. Вот есть такая, когда разлетевшись по всем углам, вот дворик солнечным ставшим вдруг. Ну, вот МВДВ, то есть четыре согласных подряд, это такая затычка акустическая, с которой надо бороться. Но это уже дело техники. А я так вижу, что у Сергея Чинарова техника есть. Он идет в следующий конкурс. Дальше. Поехали. Пятый, первый. Отлично. Первый и пятый. Это Владимир Шубников и Defender. Очень разные по стилю авторы. То есть это, ну как бы, мир под запрет попал, от страха связки сводит. А в этом ли мечтал, глаза другим как смотришь. Ну, вы понимаете, будем говорить так. Если мы берем опорный арифмопар, глагол в глагол, ну, что я вам могу сказать? Ну, хоть, хотите, берите. Ну вот. А если вторая арифмопара просто не попадает, ну, значит, она не попадает. То есть не туда. То есть это мы сюда. И проходит следующий тур Defender. Дальше. То с кем. О, десятый с тринадцатым. Отлично. Тринадцатый. Вот он. Десятый. Вот этот. Ну, тут так вот по размеру они очень... То есть... Это, знаете, очень интересная ситуация. Они оба одинакового размера. То есть легко... Это первое совпадение. Уравнивающее. Дальше. А теперь вдумаемся. Оказалось, мир стеклянно хрупок. Вновь поля бы смысленной войны. Незерном засеянное трупами, вновь отчеловечены пьяны. То есть образное мышление, подкрепленное абсолютно корректными рифмами. То есть это уже заявка. И последнее, что меня... Понимаете, когда человек выходит на уровень пословицы и идиоматического выражения, он прикасается к вечности. То есть пословицы и идиомы отшлифовались уже до нас задолго. А вот здесь грех великий, тяжела расплата. Не для всех местечко есть в раю. С краю догорающая хата. Не моя. Я на другом краю. Это потрясающая вещь. То есть она просто, во-первых, притягивает. Во-вторых, заставляет вдуматься в то, что тут сказано. Это безусловный плюс. И с чем мы конкурируем? А мы конкурируем с документальной повестью. Да, это микроповесть. Вот три-четыре десятка слов и человеческая судьба. На основе стихотворения рассказ Ядвиги Демианы Митчевой Ирина Кимакова. И вы знаете, ну я не буду озвучивать это в деталях. Я просто эти оба произведения перевожу в следующий тур. Потому что авторы вложились, что называется. Дальше. Так, кто с кем? Так, смотрим. Девятый с двенадцатым. Отлично. Двенадцатый, девятый. Девятый. Ну, это Татьяна Веткина и Галина Семина. Как и говорится, респект вам, девушки. Вы мудры, наблюдательны и профессиональны. Война все спишет, люди говорят. Она без чести, без стыда, без совести. Смирились все. И замолчал на бат. И нет конца о этой страшной повести. Я не знаю, как у вас, у меня мороз по коже. Галина Семина, без вопросов. Я не люблю политику в стихах. Классная заявка. Есть фальш в прямолинейности плаката. Не верю тем, кто с пеной на устах готов вопить с трибуна том, что свято. Ну, во-первых, рифмы. Во-вторых, накал. И, ну, тут есть одно такое местечко, где я немножко сфоткнулся. Но, это мелочи. Это техническая доработка. Я потом могу ее просто акцентировать. Но, концовка, это нокаут. Хочу, чтоб тот, кто нажимает на курок, увидел детские глаза в кружке прицела. Это слова женщины-матери. Слова мудрой женщины-берегини. Следующий тур. Так, не все туда пойдут? Ну, ладно. Восемь. А, вот, их осталось два. Отлично. Значит, кто у меня? Алексей Теплухин и Айшат Молсагова. Ну, тут опять-таки, и песня, и эссе. Значит, не хватит терпения у бедной планеты, уставшей от дикости и сатанизма, за лживость и одурь и злые наветы, гремящие расплаты и грядут к автоклизму. Ну, может быть, и да, может быть, и нет. А дальше немножко, понимаете, когда начинается вот такое морализаторство, оно не всегда выходит на уровень классической басни, а вот такие вот набор конкретных лозунгов или лозунгов, ну, это меня не убеждает. Кормилицей землю нарек мудрый пращук, потомки его не вняли заветом, свинцом и нагайкой, на гордыню вясня, кружимся повсюду тысячелетия. Ну, это вообще, как говорится, это не по-русски, это сюда. Детская песня о мире. Вообще-то говоря, у нас есть один такой товарищ, я его знаю, он говорит, когда привлекают к какому-то событию детей, это очень чревато неискренностью. Потому что, папа или мама, спасибо тебе за амфетамин или еще что-нибудь такое. То же самое. Ну, я уже не говорю о том, что припев. Пусть войны не будет, пусть не слышен крик, не хотим жить в страхе, мил мне папин лик. Это афоническая окулизия. Кто такой папин лик? Два слова, слившись воедино, дают третье значение, которое имеет свойство имени существительного. Здравствуйте, папин лик. Не нужна смерть мамы, не хочу я драмы в горе ночь длинней. Понимаете, в чем дело? Дети так не думают. И я при всем моем уважении к автору должен сказать, что это очень примитивная форма мышления. Понимаете, вот когда предел лаконизма, когда тезис, антитезис, синтез заключены в четырех статах, то это Амар Хайям. Когда взрывной юмор в одной строчке, это Вишневский. Но здесь это просто агитка, которую нельзя назвать удачной. Это мимо меня. Так, вот теперь мы делаем паузу, только для того, чтобы, так сказать, подобрать кости и не тратить на это время. А потом начнем второй тур. Паузу.